Добрый день. Старшина Сева-Железова, рай города. Посвящение воде и рестративные документы. Приучила установленную швидкость рукой. 101 километровую рукой. В городе? Да. Это нереально. Реально. Посвящение воде и рестративные документы. Пороший пункт 24. А какие вы хотите? Регистративный дом посвящение воде? Не понял. Посвящение воде хотите? А можно я посмотрю? Регистративный документ на транспортный зал. Посмотрю, можно? Конечно. Берите документы, подойдите, узнаем здесь. А куда надо идти? Где? У вас инспектор зафиксировал скорость. А вы не инспектор? Тоже инспектор. Но у него видео там как раз. Не, у меня видео не нужно. У меня прибор нужен в фиксации скорости и видео мне не надо, зачем? Там зафиксирована скорость на приборе. А, это прибор, который делал видеофиксацию скорость? Да, визир. Ну тогда несите, посмотрим. В автомобиле не рассматривается административное справа. Для сборожения видеофиксации. А где? А где она рассматривается? На Волнице. На Волнице? Ну, не в личном вашем автомобиле. А это не мой автомобиль? Ну, мне без разницы. Ваши? А мне есть разница. Ну, вы знаете, инспектор, можно я отстегнусь? Да? Я знаю, что, ну, меня как бы останавливали несколько раз уже на Украине. Я знаю, что рассмотрение дела, ну, вот, инспектор рассматривает именно там, где было совершено правонарушение. Я могу здесь оставить протокол на месте, если вы не хотите... Я вам предложил в составе главного статьи 268 ознакомиться с... Я очень хочу, очень хочу. Ну, подойдите, ознакомьтесь. А можно, я не буду подходить, а вы принесете, мы тут посмотрим, я дам документы и тут составим. Не ведет свою жюри, только там можете посмотреть. А здесь в чем проблема? Это же визирь, он же не стационарный, его же можно перемещать. Там он как раз сейчас стационарный. Там же есть аккумулятор. Вы знаете, вот у меня тут есть вот как раз специалист рядом, вот, который тесно очень связан с дорожным движением, вот, я знаю точно, что, из его слов вот он мне говорил, что прибор визирь, может, можно переносить и показывать. Это переносное устройство, совершенно верно. Это аккумулятор автомобиля работает. То есть, он неисправен? Чуть я неисправен. А у него же, по-моему, да, есть батарея, да? Потому что батарея разряжена. Совершенно верно. Батарея сейчас разряжена, он от аккумулятора автомобиля работает. А батарея-то есть там? Батарея есть там на месте? Да, я в штатке принесу. Давайте сделаем так, чтобы не было никаких недопониманий. Если я нарушил, я с радостью понесу административную ответственность, я плачу штраф. Никаких вопросов нет. Но мы с вами должны, как минимум, соблюсти процедуру. Если мы сейчас все делаем законно, ее соблюдаем полностью, вот я... А мы только так и делаем. Видео сохрани, сейчас нам будет подъехать, будем показать видео. Раньше были видеосалоны, а сейчас есть другие, другие видео. Сейчас, да, дайте, я скажу за протоколом. Нет, так он же сейчас приедет все равно сюда. А? Он же все равно сюда приедет сейчас. Ну, мы пообщаемся. Так вы с нами побудьте, мало ли что, вдруг мы уедем. Скроемся, ну как же. А? А он пусть подъезжает. Да, да. Мне все равно все равно надо составить протокол. Так он сюда же приедет, протокол при мне все равно составляется. Конечно, приедет. Сейчас ожидать. Инспектор, мне без вас будет очень неуязно. Водительских паспортов, заставьте, пожалуйста. А посмотрим, нет? Да, посмотрите. Я же говорю, ну в автомобиле вам никто, ну все здесь, все, можете ознакомиться. Нет у меня обязанности приносить прямо в автомобиле. А у меня есть обязанность выходить? Вы, это ваше право, можете ознакомиться. Чтобы ознакомиться, надо временно, можно выйти с автомобиля и ознакомиться. Если нет, вы можете не выходить с автомобиля. Нет, нет, я очень, смотрите, я хочу воспользоваться своим правом и ознакомиться. Я очень сильно хочу это сделать. Пожалуйста, ознакомьтесь. Я же говорю, розвязь права не проводится в автомобиле. Кто? Где это написано? Это написано, где? А где написано, что я должен перейти в автомобиль? Вот, смотрите, давайте тогда логически размышлять. У нас есть закон, который говорит, что водитель имеет право ознакомиться с фото-видео фиксацией либо показаниями свидетелей. Правильно? Я водитель, я нахожусь в автомобиле. Я хочу воспользоваться своим законным правом и посмотреть фото-видео фиксацию, чем, пожалуйста, предоставьте. Вы можете выйти с автомобиля, если хотите ознакомиться. Я не могу выйти с автомобиля. Ну, значит, я вам не хочу... Значит, что? Подождите, то есть, значит, что? Что можно нести мне, что ли, фото-видео фиксацию? Я еще раз говорю вам. Нет, вы не поняли, инспектор. С чего? С чего? Сто раз приносили инспектора Трукам, Визирь, Радис, Беркут и показывали без проблем водителю возле автомобиля. Почему конкретно вы не можете это сделать? Объясните мне. Я вам еще раз говорю. Да я вам еще раз говорю. В чем история? Принесите, ознакомьте, покажите все проблемы. Нет, вы понимаете, что мы не сможем предоставить вам документы до тех пор, пока мы не убедимся в том, что остановка была законной. Нет, нет, не документы, фото-видео фиксации. Подойдите от накопления. Но я же вам объяснил, что еще раз мне рассказать. Что вы объяснили? Здравствуйте. Здравствуйте. Фамилия моя Шарова. Такое, что я не пойму. В смысле, в чем проблем? Нет, нет никаких проблем. Шарова. Хорошо. Ну, я хочу всего лишь навсего... Что вы хотите? Ну, скажите, скажите. Так я скажу, вы что что? Вы слушаете, что что? Рассказывайте. Говорите? Я хочу увидеть фото-видео фиксацию. Значит, уважаемые, как у вас имя, отчество? Для вас Саша и я. Документы предъявите, пожалуйста. Ну, пока я для вас Саша. Мы еще не дошли до документов. Вы можете знать, кто вас остановил причину за пинку. Вы знаете? Да. Вы, пожалуйста, предъявите документы. Могу я... Нет, мне инкриминируют повышения. Я же говорю. Не кричите только, пожалуйста, инспектор. Я не кричу, я вам объясняю. Давайте, ну, дышать носом и общаться спокойно. Смотрите, история какая. Я, вот, инспектор мне абсолютно правильно только что объяснил. Что я имею законное право на то, чтобы меня ознакомили с фото-видео фиксацией либо показаниями свидетелей. Я им очень сильно хочу воспользоваться. Пожалуйста, просите прибор. Пожалуйста, подойдите. Но я, к сожалению, не могу выйти. Вы можете предъявить документы. Подождите. Вы, в первую очередь, обязаны предъявить документы. Вы отказываете это предъявлять или что? Вы обязаны предъявить документы. Это верно. Но только на законных основаниях. Правильно? Вот предъявить. Здесь я вкладываю протокол, и я за него отвечаю. Понимаете? Тут время фиксации. Чем я фиксировал. Тут все. Здесь на данный момент сидят три человека, два еще свидетеля, которые вам говорят о том, что данный водитель не нарушал правила дорожного движения. А вы говорите, что он нарушал. Для того, чтобы не было скорых. Вы отказываетесь предъявлять документы. С чего? Инспектор, с чего? Вот смотрите, есть люди, которые говорят, не нарушал. Почему у меня вызывают сомнения? Ну, вот то, что вы говорите. Вы сказали, что у вас прибор почему-то не работает от батарейки. Я вам еще раз говорю. А данный прибор, правильно, данный прибор должен работать в стационарном режиме. У него есть специальный аккумулятор. И данный прибор рассчитан таким образом, что его можно взять, снять, перенести, ознакомить водителя. А вот вы не хотите этого делать, поэтому... Ну, подождите. Где-то написано, что должен снять там или это. Нет, нет, я объясню. Вы обязаны. Обязан что? Предъявить документы, что вы... Да, это не законное требование. Ну, только вы не кричите, пожалуйста. Законное требование предъявить... Хорошо, если вы такой законник, давайте вернемся к пункту, как должен общаться инспектор с водителем. Он должен быть вежливым. Я вам вежливый говорю, товарищ Байк. Я не прошу, я требую, чтобы вы предъявили документы. А я исполняю, только законный требование. О! О! Покажи. Да, хочу за что хочу. Да, нормально видно, нормально. У нас это показывает видеофиксацию. Смотрите ближе. Стоит машина. Включите. На play. Уже 80, то есть, видите, в режиме видео. То есть, не нарушал, да? Где? 101. Ну, 80. Он мне показал. Машина едет, написано 80. Там 101 фиксирует, там видно. Ну, вот только что. Так, покажите. Видно номер автомобиля. Так, вот это вам показали? Да, видно номер автомобиля. Да, номер автомобиля видно. Все, все, все. Номер прав с другой стороны. Перевернуть вам? Друзья, хочу я поменять. Переворачивайся. И то, и то. Видно так? Не, только вы на бумажку, пожалуйста, не переписывайте мои данные. Я не переписываю. Не, не, инспектор. Давайте вот протокол вносим, хорошо? Протокол. Не на листик. На листик нельзя. У нас защита персональных данных на Украине работает. А это протокол, это документ строгой отчетности. Это не бумажка, которую вы достали непонятно откуда. Согласны? Инспектор, 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 секундочку. Идите сюда, на секундочку. По одной секундочку. Я хочу вам на видеофиксацию напомнить, что протокол составляется в присутствии лица, на котором составляется протокол. Я еще раз, я нахожусь на проезжей части. Я не помню, с другой стороны подойдите. С другой стороны, инспектор. Инспектор, инспектор. Я вас ознакомлю, где я вам славу. Инспектор, нет, нет, нет. При мне составляется протокол, при мне. Инспектор. Инспектор, а почему протокол составляется без присутствия водителя? Ну вот протокол, человек отошел, начинает заполнять протокол без присутствия. То есть он сейчас не заполняет права. Сейчас не, а уж больше по телефону разговариваю. По телефону? Личные вопросы решай. Прессурации, почему вы пользуетесь личными приборами какими-то? Смотришь, вы это, пассажир. Если у вас какие-то проблемы, ну... Я боюсь, чтобы у вас все было в порядке. Почему у нас? Ну потому что вы работаете не по закону. Вы не по закону, вы не предъявляли документы, понимаете? Мы, мы вас попросили предъявить доказательства. Иначе это рассматривается как беспричинная остановка. Что-то, знаете, 112, 111 приказ. Я и 111 приказ. Очень хорошо знаю. Сколько там причин на остановок? Есть. Автомобиль. Вы меня тестируете или что? Два и позвоним, проверим пока по базам. Ожидайте. А с чего вы будете? По каким базам? Что конкретно вы проверили? Алло. А он даже не начинал заполнять протокол. Ты видел? Нет. Сейчас. Он сейчас будет... Он даже протокол не составлял. Приходите по проезжей части, пожалуйста. Так я с вами составляю протокол. Я помню, если этим составить, я проверю вас по базам. По какие? В розыске, вне в розыске. С дороги, отойдите, пожалуйста. Я с вами стою вместе. Я еще раз говорю. У вас сумки дрожат? Вы пили, инспектор? Да? Этот запах на руки чуть дрожат. Да, вы шо?